Всем привет, с вами Gameplan, и начнём мы сегодня с игры под названием Dead Bunker. Это хоррор, в котором вам предстоит бродить по какому-то заброшенному советскому бункеру. Итак, начнём игру. Здесь мы начинаем в тёмном-тёмном бункере, где практически нет никаких лампочек, а есть только какие-то красные фонари. И мы ходим с фонариком, ещё у нас есть что-то типа каких-то очков, прибор ночного видения, которые нам помогают хоть как-то разглядывать контуры и находить кое-какие предметы, которые нам предстоит собирать. Вот так вот выглядит игра. Сразу скажу про управление. Управление здесь ужасно неудобное. Вот здесь вот два маленьких квадрата. За счёт левого квадрата мы ходим, за счёт правого квадрата мы поворачиваемся. Что нам нужно сделать в этой игре? Нам нужно идти, идти, по этим подвалам исследовать данный бункер. Можно вот включить вот эти вот очки, и, возможно, нам будет немножко лучше видно. Итак, нам необходимо найти ноутбуки какие-то, и не знаю, сколько их всего здесь спрятано, но, в принципе, их здесь можно найти. Здесь вы видите трупы людей какие-то ужасные, вот такие вот страшные. Наш герой очень тяжело дышит, что тоже немножко напрягает. Я её установил, и было очень светло. Я живу на солнечной стороне, и у меня всё утро очень сильно светит солнце. Мне вот из-за того, что светило солнце, в этой тёмной игре было всё очень плохо видно, и мне пришлось пойти в ванну и в темноте в эту игру играть. Ощущения, скажу, не очень были приятные. Вот такие вот ноутбуки какие-то, тоже советские, необходимо нам собирать. И не знаю, сколько здесь штук. Я собрал их штук пять, и потом меня съел паукан. Вот так вот. Я вот шёл-шёл, думаю, в чём же тут страх? Тут, наверное, что-то должно быть типа Слендер или что-то такое ужасное. Иду-иду, что-то повернулся, развернулся, и бац, на меня гигантский паук набросился и съел. Ну, и я сразу вспомнил вот эту вот песенку, которую, наверное, все слышали, и потом в которых она западала у всех в голове. Ослик-суслик паука. В принципе, игрушка неплохая, немножко она как-то не очень плавно идёт, по крайней мере, у меня. А так, в принципе, хоррор, не могу сказать, что полностью получился, но получился. Потому что этот паук был действительно неожиданностью. И вот ещё, наверное, главная ошибка в этой игре, то, что непонятно, что в ней нужно делать. Вот я с трудом догадался то, что нужно собирать ноутбуки. А так, в принципе, хорроров не так много на Android, тем более этот хоррор сделали отечественные разработчики, поэтому поддерживаем их и качаем. Вторая игра называется MNC, она весьма оригинальная, ничего подобного я раньше не видел и не играл. У нас есть вот такая вот карта. Вот, всё, что зелёное, это захватил я. Первоначально мы начинали с одной области, и теперь вот мы продвигаемся вверх. Нам необходимо захватить всю территорию красных наших соперников. Итак, что мы видим? Мы видим, что вот эти красные пытаются сейчас на нас напасть. То есть нам этому отряду нужно подкрепление. Давайте наймём воинов. Вот можно нанять 20 человек за 3000. Мы наняли, но у нас их всё равно ещё не так много. Нажмём, чтобы они тренировались. И этого мы уже направили в эту область в качестве подкрепления. Так что, наверное, всё. Потому что у меня уже были розданы приказы, и необходимо завершить шаг. Завершаем шаг. Наши персонажи и наши соперники двигаются. И что у нас дальше получается? Когда вот фигурки воинов наших и соперников соединятся, то откроется режим боя. Причём режим боя достаточно тоже оригинальный. Сейчас мы на это всё посмотрим. Так, давайте ещё наймём солдат, а то у меня их очень мало. Я боюсь проиграть. Вот сейчас хоть что-то более-менее у меня. И сейчас мы увидим уже непосредственно борьбу. Начинаем битву. Здесь существует несколько видов локаций. Два или три, точно я не помню. Итак, как нам бегать? Бегаем мы с помощью свайпов. Играем за одного из солдат из нашего отряда. Здесь вот периодически появляются ящики, из которых мы можем доставать патроны. Аптечки, с помощью которых мы можем лечиться и так далее. Если нашего солдата, за которого мы играем, убивают, то нам предлагают продолжить играть за другого солдата. В общем, если у вас большой отряд, то вам бояться нечего. Итак, вот вдоль углов карты мы видим, как бы сказать, красные точки. И это говорит о том, что там скрываются соперники. Вот здесь мы можем переключать оружие. Сейчас я поставил шотган. Он потому что достаточно круто выносит. И нам необходимо тапать на соперников и выбирать которых мочить. После того, как мы всех наших врагов перемочим, то мы, соответственно, победим. И снова вернемся на карту. И эта территория будет нашей. Вот такая вот весьма оригинальненькая игрушка. Меня она чем-то зацепила. Хоть она и достаточно вот в меню, и на карте не такая красивая. Но, в принципе, в игрушке что-то есть. Она ни на что не похожа. Третья игра называется The Life или The Leaf. Не знаю, как правильно это произносится. Я дошел уже до второй миссии. В общем, игра состоит в том, что вам необходимо выжить в городе, в котором обитают одни зомби. Вы скажете, опять зомби, опять их мочить. Но, ну да, здесь тоже вам придется мочить зомби. Но игра весьма уникальна. Тоже по своей сути. Так, нам необходимо найти труп убитого человека. И там что-то будет рядом с ним находиться. Так, игра чем-то мне напомнила по графике. Вот не по графике, а по оформлению GTA. А мы можем бегать. Но если мы бежим, у нас расходуется, как бы это сказать, выносливость. Поэтому нам лучше ходить вот так вот. Благодаря этому у нас выносливость не так сильно тратится. По крайней мере, я не замечал этого. Так, вот мы зашли в магазин. Здесь мы можем подобрать крысу. Это одно из заданий было. Так, и теперь нам нужно отыскать труп. Я уже в эту миссию играл перед тем, как снимать обзор. И просто меня сожрали. Кстати, если зомбарей не трогать, в принципе, можно их оббегать и прятаться. Кстати, если вы будете ползком ползти, вот таким образом, они вас даже могут и не заметить. Но, в принципе, лучше ходить вот так. Так, вот здесь мы можем переключать оружие, либо бита у нас есть бейсбольная, либо пистолет. Чтобы убить зомби, необходимо произвести 4 выстрела из пистолета, или 4 удара нанести ему битой по голове. Так, давайте встанем и осмотримся. Вот, давайте присядем на остановочку, посидим, подождем наш автобус. Так, ничего не видно из-за остановки. Где у нас тут лестница была? А вот эта лестница, сейчас мы поднимемся туда, завершим нашу миссию, и нам необходимо будет вернуться снова к нашему фургону. Вот после того, как я сходил на эту лестницу, кстати, хопа, чирик, здесь встречаются монетки, которые необходимо собирать, для того, чтобы покупать другие виды вооружения и улучшать уже имеющиеся. Так, вон на нас идет зомбак, давайте его убьем. Все, зомбак готов, убегаем, приседаем, и теперь нам необходимо лишь всего лишь вернуться к нашей машине, чтобы завершить миссию. Вот такая вот весьма оригинальная игра, хоть тут графика, возможно, и не прям уж и крутая, но в игре есть какая-то фишка и какая-то вот задумка. Если вы фанат игры Хелли Дройд, то я поспешу вас порадовать. Здесь вышла новая версия, и здесь 18 новых миссий. Так, давайте какую-нибудь сыграем, ну, допустим, с баночками от Кока-Кола. Здесь также существуют различные миссии, необходимо либо за время успеть пролететь, либо уничтожить какие-то объекты. Вот в данном случае необходимо нам уничтожить все баночки от Кока-Кола. Я уже эту миссию проходил, и давайте попробуем пройти эту миссию еще раз, только несколько лучше, чем когда я ее проходил первый раз. Запускаем нашу ракетницу и уничтожаем баночку от Кока-Кола. Вторая баночка стоит под кроватью. Вот из-за того, что я не знал, что она под кроватью, я потратил много времени. Так, мимо. Давайте еще раз. Сейчас, да, мы попали. Ну, если вы не играли в эту серию игр, то я вам еще расскажу то, что помимо того, что вам необходимо будет на времени, по времени лететь до определенной точки, туда поставить машину, кроме вот таких миссий, где необходимо будет взорвать определенные объекты, здесь будут еще миссии, необходимо вам будет пролететь через некое подобие колец, то есть через каждое кольцо по очереди. Чтобы пройти миссию. Почему-то вот я сейчас не могу попасть в эту последнюю банку Кока-Колы, она какая-то проклятая, и, наверное, это просто судьба не дает мне пройти эту миссию лучше, чем я прошел ее в первый раз. Все, взорвав три баночки, нам необходимо приземлиться обратно на платформу. Тут, кстати, есть еще миссии с игрушечными машинками, они будут ехать, и вам необходимо будет их взорвать до того момента, пока они не уедут и не скроются из вашего вида. В общем, классная игра, классное продолжение и классные новые миссии. Всем большое спасибо за ваше внимание, с вами был GamePlan, подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх, и следите за нашими новыми обзорами. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Оооо!